Продолжение следует... Скотину можно и водить, крупнорогатую. У нас есть также у директора совхоза, у Раисы Васильевны Горбачёвой, хорошую женщину, там ферма, которую она сейчас использует под склад. Она, я с ней разговаривала, говорит, если даст Бог построить, она себе как хранилище, она может дать ферму в аренду. Я могу работать, я знаю всё это дело, всё это хозяйство. Вот, и я был бы рад, чтобы и людям были рабочие места с этого же, такое производство развития, и в районе было бы производство. Государственная поддержка есть, и начинающий фермер, затем можно перейти в семейную ферму, там цифры идут, больше идут для поддержки, поэтому мы вам предлагаем поучаствовать в этих программах. Я срок 15.07, мне развернутый доклад, в чём помогли и в чём сердце расшатывалось. Во-первых, хочу вас поблагодарить за плитку, которую в прошлом году, которую вы выделили для нашего района. У нас не только площадка, вот же Вечного Огня, но и подходы к ней. И здесь администрация вниз, и к поликлинике очень-очень хорошо. Я вам благодарность поношу от всех жителей нашего посёлка. Спасибо, ну вот всем туликам, потому что за счёт средств туликов, не понятно. Да, ну площадь, вообще отлично. Лавочки поставили хорошие, вот к вечному огню. У меня только единственная просьба. Я знаю, что в нашей администрации нет таких средств. Хотелось бы, чтобы помогли в освещении. Мы предлагаем по методу пойти по ТОСам. То есть уже заявка есть, в принципе, она одобрена. По ТОСам что вы имеете? Через грант? Через грант, потому что грант сделать, этим способом можно тоже ошибки проблем. Там порядка, по-моему, 100 тысяч рублей, да? 150 рублей, то есть, ну, 50 спонсорских нашли, я думаю, 100 долларов. А почему всё-таки через народный бюджет не хотите? Ну, там сумма не такая большая, я думаю, что они найдут чё-нибудь другое. Это тоже нормально, хороший путь, как раз ТОСам тоже активизирует. Хорошо, хорошо. То есть будет освещение хорошее, чем у нас? Срок какой? Ну, сентябрь, хорошо. Да, да. Ну, когда? Сентябрь. Кончание? Сентябрь, это длинный месяц. Год какой-то. Сергей, 1 октября, если можно. Да, хорошо, тогда договорились до 1 октября. Ну, как хорошо. Хочу поставить себе ГВ, почему мне отказывать? 11 квартир перешли на индивидуальное отопление, почему мне отказано в этом? Наталья Гавриевна, здесь ситуация следующая. Не только вы одна обращаетесь по этому вопросу, поэтому мы обязательно по каждому обращению выходим на сход с жителями. Ситуация следующая. Обязательно все жители должны принять решение перейти на индивидуальный источник отопления. То есть мы должны внести в схему теплоснабжения изменения. Или у нас этот дом весь на центральном отоплении, или у нас этот дом весь на индивидуальном отоплении. Поэтому сделать так и дать вам разрешение сейчас одной не предоставляется. Сергей Юрьевич, Наталья Гавриевна сказала, что дом 16-квартирный. 11 жителей уже установили. Они уже давно, да. А? Да, это было давно уже сделано. Ну какая разница? Ну слушайте, ну значит вы тогда собирайте уже жителей, переводите оставшихся пять на индивидуальные источники отопления и дальше глушите теплотрассу. Ну слушайте, ну это же понятно, можно говорить, что это там до меня предшественники. Ну какая разница? А разруливать все равно вам надо? Да, Владимир Владимирович. Ну значит тогда забирайте Наталью, как говорила я у себя на решение вопроса. И срок до 1 июля предложения в протокол, пожалуйста, включите. Наталья Владимировна, деревня Красная Дубровка. У нас очень большая проблема с водоснабжением. Дело в том, что водопровод старый, старая водонапорная башня, и мы постоянно сидим без воды. Убедили жителей деньги дать когда? В 13-м году. В 13-м. Ну сейчас в каком году ты живем? В 15-м. Ну пока проект делал, Владимир Сергеевич. Ну что, два года проект делается? Не, ну не два года. Я не знаю, вы что там, космодром Восточный что-то строите? Не космодром. Ориентировочно стоимость будет исполнения проекта. Где-то 10 миллионов. 10 миллионов. Да. Такой дорогой проект? Ну да, потому что там замена башни идет. 4,5 километра. Ну башня 600-700 тысяч стоит. Там у нас вроде как пожарный резервуар, он еще будет действовать. Чтобы жителей не обманывать, и Наталья Владимировна не обманывать, единственная у вас возможность, это через народный бюджет, эту, так сказать, эти работы выполнить в следующем году. Значит, вот с 15 июня, с 15 июня все заявки мы уже начали принимать. Вот чего вы спите, тоже не знаю. Мы постараемся войти в этот проект.